Приветствую вас! Мне бы хотелось начать с того, что говорить плохо про своих коллег и про то, что они как-то неправильно вам преподнесли мысль свою, что хотели бы сказать, не буду. Если вы не встречали психолога, который заботится о ваших интересах, то мне очень жаль. Видите ли, у многих коллег есть такой комплекс неполноценности, который стимулирует их на то, чтобы пытаться клиенту донести и утвердить именно свою позицию. Безусловно, таких экспертов, таких коллег на этом ресурсе нет. Говорю об этом специально, чтобы, если кто-то еще слушает мой ответ, чтобы не думали, что я имею кого-то конкретного в виду. Тем не менее, такие люди есть. Это, безусловно, не показатель профессионализма, безусловно, это не показатель ориентированности на клиента, Это, скорее, попытка насаждения точки зрения клиента. И чтобы тот действовал единственным верным способом, который кажется правильным экспертом. Видите ли, основная мысль в том, что вы думаете, или вот вы говорите, что я не могу простить, да, я не могу простить родителей, я не могу простить вас. Конечно, прощать никого вы не должны. И мириться вы тоже не должны, безусловно. Но проблема заключается вот в чем. Есть негатив. Я вот не знаю, правильно ли вы поняли моих коллег или нет. Но есть негатив, который вам дает то, что вы не хотите никого прощать. Пока вы кого-то не простили, пока у вас есть тот, на кого вы обижаетесь, у вас есть негатив. А именно негатив мешает себя полюбить. И вы можете не прощать никого. Но для вас лучше будет, если вы поймете, почему ваша мама и ваши родители вели себя таким образом. Поняв их поведение, вы их поведение обезличите. То есть перестанете принимать на свой счет их поведение. Увидите, что эти люди были слабые. Да, безусловно, недостойные. Безусловно, не заслуживающие хорошего к себе отношения. Это я вам говорю, чтобы вы не подумали, что я пытаюсь тоже заставить вас прощать. Но, тем не менее, это люди, которые ничего лично против вас не имели. А по сути проецировали на вас свои какие-то проблемы, свои какие-то недостарки, свои какие-то трудности, свои какие-то конфликты и так далее. И когда и если вы это поймете, чем быстрее вы это для себя уясните, тем лучше будет для вас. Потому что, когда вы поймете, что человек не имел ничего против вас, наоборот, был несчастным, К вам тут же подойдет понимание того, что его поведение ненормально. А значит, не соответствует некой истине, не соответствует тому, что, ну, тому, что есть на самом деле. Далее, значит, вы говорите о том, что вы хотите себя полюбить. Вы говорите о том, что принадлежаете себя много всего делать, работать, компенсировать то, что вы были лишены. Но это не принадлежит мне глобального улучшения. Давайте подумаем о природе вашего негативного внутреннего состояния. Вот у вас даже здесь, в тексте, есть такой некий негатив. То есть вы пишите, вот, неужели я должна платить деньги психологу, для того, чтобы он говорит мне о том, что я должна пустить в свою жизнь ад. Далее вы говорите, что я не должна мириться, смотри. То есть у вас вот идет такая вот очень серьезная, сильная защитная реакция. То есть вы прямо ожидаете, что, или разряжены тем, что вас постоянно пытаются к чему-то принудить. Вы знаете, я с вами согласен в том, что вы пишете мне ставить все условия, только в книге я могу получить обобрение. Если вы видите, что эти условия есть, и что при этих условиях вы можете получить обобрение, это так. Это действительно плохо. Проблема заключается в том, что вы сами себе такого же обобрения не даете. Вы говорите, что я могу сделать, чтобы просто любить себя, поскольку я объективно этого заслуживаю, а не за то, что я что-то делаю так, как кто-то, и даже я сама считаю правильным, а просто так. Так вот, чтобы просто так себя любить, нужно понять, что вам не позволяет себя любить. Ведь, понимаете, принимать себя такой, какая вы есть, и делать то, что вы хотите, не заставлять, не принуждать себя делать много всего, чтобы компенсировать, а именно делать то, что вы хотите, быть той, кто вы есть на самом деле, и вот ту, кто вы есть на самом деле, выпустить на свободу и позволить ей развернуться, позволить ей проявить себя, пусть сначала с психологов, а потом уже с другими людьми. Вот это и есть ваша главная задача. Можно поговорить обо всех ваших обидах, просто выплеснуть их, то есть выразить весь ваш негатив. Лучше прислушиваться к себе, больше делать не того, что надо, а того, чего именно вы хотите. Вот это и является ключом к тому, чтобы себя любить. Это и является ключом к тому, чтобы себя ценить. Ценить себя безусловно и без всяких заслужил. Вы даже сейчас говорите, что я хочу себя любить, потому что я объективно этого заслуживаю. Нет. Нет, Екатерина, вы как бы хотите себя любить не потому, что вы этого заслуживаете. Нет такого понятия, как заслуживание любви или нет. Каждый человек достоин этой любви. Каждый. Вне зависимости от того, кто он и что он делает. Каждый достоин любви. И вы достоин любви. Но пока у вас будет вот это вот подсознание заслуживаю, пока у вас будет стремление заслужить, а возможно вот эти вот все два высших образования, хорошая работа, жилье, это их и есть компенсаторное деятельность. То есть это, по сути, ну не получение любви от родителей. Пока все это будет, у вас и будет такая ситуация. Вам нужно взять, остановиться и сказать себе, я достойный любви просто так, уже отвечать за то, что я есть. Безусловно. Если кто-то мне скажет что-то не так, не так, у этого человека большие проблемы. Мои родители мне этого не дали, потому-то у них были большие проблемы, и оставим их копаться в их собственных проблемах. А я не буду. Я достойный любви просто потому, что я такая, какая я есть. И все. Понимаете? Вам коллега сказал про личностный рост. Личностный рост – это, по сути, разрешение конфликтов между вашими я, между социальными ролями. Давайте подумаем, если у вас такие конфликты, постараемся их разрешить, постараемся найти какой-то выход, чтобы этих конфликтов не было. А потом, собственно говоря, можно говорить и о том, чтобы обстаивать свою индивидуальность, можно говорить о том, что у вас какие-то черты, особенности, характерные, которые вам нужно принимать в себе. Принимать в себе, точнее. Вот это тоже вам нужно делать полностью принимать в себе. А вы, скорее всего, полностью себя не принимаете. Такой, какая вы есть. И, к сожалению, даже если вы помиритесь с мамой, если вы ее простите, вы не принимали себя полностью. Так как у вас были некоторые конфликты внутри, так они у вас и будут. И в этом вся большая проблема. Поэтому есть как бы две сферы. Есть сфера отношения с родителями, а есть сфера лично ваша. Я думаю, что если вы не хотите прощать родителей, не хотите мириться с ними, это ваше право. Ага, если не хотите, не надо. Но тогда нужно учиться принимать в себя, такой, какая вы есть. И если на этом пути есть какие-то препятствия, и если эти препятствия как бы представляют из себя ваших родителей и отношения с ними, простите, нужно будет работать и с этим тоже. Хотя бы как с препятствиями, которые мешают вам принять себя такой, какая вы есть. То есть любовь – это принятие. Вот что вам мешает принять себя такой, какая вы есть. Вот об этом и нужно говорить. Понимаете? Вот, собственно, и метод, который я вам хотел бы сказать. То есть первый метод – это личностный рост, разрешение конфликтов между вашими и я. И второе – это принятие себя, доверие себе и отказ от понимания того, что любовь можно заслужить. Любовь нужно заслуживать. Вот, я думаю, такие методы вам можно использовать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!